Добрый день, уважаемые акционеры планеты! Вас рад приветствовать благотворительный фонд «Кислород». Наш фонд собирает средства для того, чтобы обеспечивать людей больных муковосцидозом самым необходимым. Дорогостоящими антибиотиками во время смертельно опасных обострений. Специальной медицинской техникой, помогающей дышать, когда легкие уже не справляются со своей задачей. С вашей помощью мы стараемся сделать так, чтобы жизнь наших подопечных стала легче, радостнее и длилась дольше. Среди нас с вами живут люди, которым не хватает даже того единственного, что всем нам дается совершенно бесплатно. Кислорода. Это люди, больные тяжелым генетическим заболеванием муковосцидоз, которое поражает жизненно важные органы, в первую очередь легкие. Генетически это означает, что человек болен с рождения и всю свою жизнь. К сожалению, медицина еще не научилась излечивать генетические болезни. Но она умеет облегчать жизнь больного человека с помощью лекарств, специального лечебного питания, медицинской техники, помогающей дышать. К сожалению, мы часто вынуждены работать в режиме аврала. Обострение случается без предупреждения. Состояние ребят ухудшается резко и вдруг. Но есть простые вещи, которые могут помочь уменьшить риски. Как говорится, пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому наш проект на планете мы посвящаем не лекарствам, а лечебному питанию и медицинской технике. Кроме легких, болезнь поражает также и поджелудочную железу, которая отвечает за выработку необходимых для пищеварения ферментов. И пища попросту перестает усваиваться. Представьте себе молодого человека 22 лет, который при росте 190 сантиметров весит всего 45 килограмм. К сожалению, так часто случается с нашими ребятами. Между тем, в медицине есть понятие критического веса, потеря которого может оказаться смертельной. Но есть очень простой профилактический путь. Начать пить специальное лечебное питание. Это высококалорийные сбалансированные смеси, разработанные специально для людей, больных муковисцидозом. Они помогают поддерживать массу тела и даже набирать ее заново. Или другой пример. Как для больного диабетом необходимо постоянно измерять уровень сахара в крови, у больного муковисцидозом должна быть возможность в любой момент измерить насыщенность крови кислородом. Для этого есть простой и удобный в использовании прибор – пульсоксиметр. Надев его на палец, человек через несколько секунд понимает, есть ли опасность его здоровью, а иногда и жизни. Качественные пульсоксиметры, показаниям которых можно доверять, стоят порядка 180 долларов. А одна порция лечебного питания – около 150 рублей. Но чтобы был результат, его нужно принимать постоянно, 2-3 раза в день. 450 рублей в день, 13,5 тысяч рублей в месяц. Всякая ли семья способна выделить из бюджета дополнительно такие средства и делать это каждый месяц, параллельно с покупкой лекарств, живя в регионе, где нет работы. А ведь кроме ребенка, больного муковисцидозом, в семье часто есть другие дети и далеко не всегда есть кормилец. От государства помощи ждать тоже не приходится. Оно не обеспечивает в полном объеме даже жизненно необходимыми лекарствами. Остается надежда только на помощь небезразличных людей. Итак, профилактика обострений. Вот наш девиз. Приглашаем вас принять участие в помощи нашим ребятам, которые ведь не только болеют, но и учатся в школах и институтах. Занимаются творчеством и спортом, путешествуют, создают семьи и становятся родителями. С вашей помощью их жизнь может стать чуточку легче, чуточку радостнее, но может быть больше. Поддержите нашу правду. Папа и мама. Папа и мама, чтобы были вместе. Я мечтаю о том, чтобы попробовать умножить во всяких родительских сладостей из Европы. Хочу, чтобы пошел снег. Чтобы у меня появился суперновый диск. Вест, жилет. Пиво, жилет. Я мечтаю о собаке, о Джек-Расс-Лотериере. Мне больше всего хочется вега. Поменьше подниться и лежать, чтобы лучше чувствовать себя. Хочу. Пить умней, красивой и здоровой. Пить умней. Пить умней. Субтитры создавал DimaTorzok